Здравствуйте, Хосей Баталбевич! Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. И, конечно, сразу хочу поздравить вас с тем, что очень скоро вы будете отмечать свой юбилей, 65-летний юбилей. И, конечно, зная ваш характер, я могу твердо быть убежденной в том, что вы по-прежнему работаете, вы по-прежнему танцуете, вы по-прежнему поете, вы по-прежнему обучаете молодежь. И все-таки с каким настроением вы подошли к этой цифре? Спасибо, что пригласили. Сейчас в наше время особо не уделяют внимания пенсионерам, юбилярам, даже лишний раз боятся поздравить, позвонить. Но вот телевидение и библиотека в этом отношении молодцы. Можно сказать, некоторые функции Министерства культуры они выполняют. Ну, настроение как? Настроение рабочее. Я работаю сейчас в ансамбле, в вокальном ансамбле «Нарт» при управлении культурой города Черкесска. Хусей Баталбевич, огромную часть вашей жизни занимает государственный ансамбль танца Карачаева Черкесской Республики «Эльбрус». Вы вложили туда много сил, вы работали там много лет и руководителем, и танцевали, и директором, и хореографом. И я сегодня хочу у вас спросить, кто стоял у истоков этого ансамбля? Это все происходило на ваших глазах. Кого бы вы сегодня хотели вспомнить? Вообще, уже давно стоял вопрос о создании государственного ансамбля танца в Карачаево-Черкесии. И вот мы еще, я работал в эстрадно-хореографическом ансамбле «Эльбрус» после службы в рядах советской армии. Меня пригласил в этот коллектив Борис Александрович Занаев. И вот, работая в этом коллективе, уже начали ходить разговоры, что должны создать, что надо сделать везде, во всех республиках у наших соседей. Есть профессиональные коллективы, и не один коллектив, несколько коллективов в некоторых республиках. Ну, в один прекрасный день глава нашей республики Владимир Сламович Хубиев, ну, тогда он был председателем облисполкома, вызывает, значит, начальника управления культуры Султана Сеидовича Тимирова, директора филармонии Алихана Ахьяевича Хабичева. Ну, видимо, там у них разговор состоялся. Как вы смотрите на то, чтобы создать государственный ансамбль танцев Карачаева-Черкесии, поступило предложение из Москвы. У меня уже предварительно, мол, разговор состоялся. Есть ли у нас на сегодняшний день, что показать Министерству культуры России и вообще там. Ну, на то время, конечно, ничего такого не было. Были шесть ребят, четверо девочек. Вот это истратно-хореографический ансамбль. Это Борис Аджиев, это Борис Занаев, это Алик Кушхатуев, это Валерий Кишмахов, это Леана Аджиева. Ну, такие яркие, яркие, которые в свое время сказали свое слово, можно сказать, гремели по Северному Кавказу. Это был прекрасный коллектив, вообще, можно сказать, такие, что только работать, только работать, вперед, вперед. Они стояли в этом, на госплане в Министерстве культуры, ездили по всему Союзу. И вот, значит, когда состоялся такой разговор, тогда пригласили Бориса Александровича Занаева. Мол, как вы смотрите, вот так, вот так. Что мы можем показать на сегодняшний день? А Борис Александрович Занаев, он тогда еще вел самодеятельный коллектив в ансамбль «Исламей» при дворце «Химик». Есть, говорит, коллектив, мы туда, говорит, добавим вот этих ребят всех. Надо, здесь покажем, если надо будет, поедем в Москву, там покажем. На сегодняшний день есть, что показать. Самое главное, выбить вот эту единицу, и, а там дальше будем смотреть. Сколько вам понадобится? Ну, он сказал месяц. Месяц, я буду готов. Все, на этом разошлись. Начали готовиться все, значит, он дал задание и Темирову, и Хабичеву. Хабичеву держать на контроле все, что надо, помогайте, давайте, чтобы мне они сами предложили, мол, москвичи, я должен выглядеть на уровне. И вот один прекрасный день, значит, говорят, что завтра будет просмотр, вот в старом дворце, вот внизу на Зеленом острове, дворце «Химик», будут просматривать москвичи. Приехала комиссия, ну, здесь, как бы, так, в репетиционной форме, в техническом плане. Они посидели, посмотрели, и, как бы, сказали, так, у вас коллектив есть. Насчет костюмов поможем, выделим деньги на первое время, там поможем, все, туда-сюда. Но вы должны выступить в Москве, на ВДНХ и в Кремлевском дворце. И вот в таком составе назначен был день, мы выехали в Москву, выступили. И, ну, может, нескромно будет с моей стороны, это, они не ожидали такого фурора, ну, такого исполнения. И вот это было 1988 год, по-моему, мае месяц или июнь месяц. Решением краисполкома, значит, был уже издан указ о создании государственного ансамбля Карачаева-Черкесии при государственной филармонии. – Хусей Баталбевич, сейчас мы все знаем, что в наши национальные этнические танцы привносятся много нового. И музыка, и детали какие-то, экспромты. На ваш профессиональный взгляд, что нужно сделать для того, чтобы сохранить первозданность наших национальных танцев, его узор, его эстетику, его этнику? Что нужно сделать? – Вообще, я думаю, так, если ты где-то в чем-то сомневаешься в постановке вот данного танца там, я думаю, надо приглашать. Приглашать надо, надо советоваться, надо делиться как-то. Вот, например, в мою бытность я никогда не брался на, там, например, осетинский танец, или там горский танец, или там где-то что-то. Я приглашал, приглашал людей, которые знали эту тему, этот фольклор. Даже, даже ставя вот постановки наши в Карачаево-Черкесии, наши танцы карачаевские, черкесские, абазинские, мы приглашали, мы ездили по селам, в Карачаевск ездили, слушали музыку наших гармонисток. Там тогда была, играла очень прекрасно Марьян Салпагарова, Полина Товчукова. Мы слушали, записывали, вот, с Валерием Константиновичем по ночам, даже после работы ездили. Мы приглашали наших старых ветеранов, которые танцевали в песне и танце, Марата Кочкарова, Алихана Ахьяевича, Хабичева. Они-то знали, как держать, откуда обходить, сколько танцевать. Вот эти все маленькие, казалось бы, ну, кому это надо, можно сказать. Но в этом, в этом заключается, вот, фольклор, наши старинные танцы. А там уже чисто, если академически, можно там уже как-то по-своему. Но основное, вот, движение, основной, вот, характер, куда смотреть надо, девушка куда должна смотреть. Вот это все они нам давали. И как надо ее держать за руку? Все детали. А они сидели в зале, они сидели в зале. Вот как бы кто-то, что-то, если даже недоволен был, они делали замечания, так не делается. Там Валерий Константинович иногда так нагинался что-то, там делал какое-то движение, они поправляли. У нас такого нету, у вас, у абхазцев, наверное, так. У нас такого нету. Мы должны танцевать строго, вытянута, подтянута, достойно. И никаких лишних движений около девушки. 45 лет вы в профессии. Состоялась ваша творческая жизнь. Вот сейчас, оглядываясь назад, на эти 65 лет, которые остались позади, вы жалеете о выборе этой профессии? Если бы я в свое время не, как бы, это в каком классе было? В седьмом или в шестом классе? Если бы я не начал бы танцевать, я бы, наверное, где-то, наверное, что-то было бы другое. Но когда я пошел, уже даже мой старший брат, вот Алий Баталбеевич, он говорил дома, уберите его с ансамбля, ему надо учиться. Он должен образование получить. Отец говорил, оставьте его в покое. В семье один должен быть такой, ну, как, пусть что хочет, то и делает. И вот пошло, поехало. Вот так. Я, между прочим, в 12-13 лет, я уже получал зарплату. Я уже помогал. Может, не так уж состоятельная была семья, но, слава Богу, сам себя одевал, как бы помогал где-то родителям, все. Но я не жалею об этом. Не жалею, и по сей день не жалею, что вот нахожусь в культуре, в искусстве. Ну что ж, я еще раз поздравляю вас с наступающим юбилеем. Благодарю вас за участие в нашей программе и новых творческих успехов вам.